Я приветствую вас всех на сегодняшнем нашем эфире. И сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить, как прошел марафон по витомассажу, какие эффекты мы получили и ознакомиться, конечно же, с результатами наших участников, которые были на витомассаже. К слову сказать, у нас было 130 человек. И сегодня мы сможем посмотреть на результаты и даже послушать тех, кто получил эти результаты и послушать, насколько им было сложно или легко с техникой витомассажа познакомиться. И каких положительных результатов они достигли в ходе витомассажа и будут ли они продолжать дальше эту работу. Но для начала я хотела бы рассказать о том, как проходил марафон, что конкретно, какие шаги мы предпринимали и делали. И, конечно же, в конце обязательно я отвечу на вопросы, которые мне приходили на протяжении этой недели от участников. И, возможно, что в ходе нашего вебинара, эфира, будут какие-то вопросы, на которые мы тоже ответим в конце. Вебинар я отвечу, и при необходимости Михаил тоже ответит. И еще раз напомню, что мы проводили на протяжении двух недель витомассаж карманным витализатором серии «Витлвотер». Такая ручка. И на протяжении двух недель ежедневно мы с участниками работали. И вкратце о себе, о Михаиле. Михаил Лоховский, создатель витализатора непосредственно. И я, Валерия Шполянская, автор техники витомассажа. И если кто-то из присутствующих сегодня на вебинаре не знаком вообще с витализатором, то сейчас на экране есть QR-коды, с помощью которых вы можете перейти либо на сайт Aromashop Pro, где ознакомиться с продукцией витализаторов и приобрести. И можете также перейти, кто еще не зашел в Telegram-чат. Это чат поддержки всех держателей витализаторов, где вы тоже можете задавать свои вопросы, получать полезную информацию и смотреть записи наших вебинаров. Итак, как проходил марафон? Марафон у нас длился 14 дней. И ежедневно я проводила в 6-7 утра демонстрационные встречи, где я показывала технику витомассажа. Встречи у нас шли... Рассчитаны они были ориентировочно минут на 10, но в итоге у нас получалось где-то 15-20 минут каждая встреча, потому что, конечно же, витомассаж всегда сопровождался теорией. И также у нас был организован чат в Telegram-канале, на котором я выкладывала информацию о эфирных маслах, с которыми мы работали, о базах, с которыми мы работали. Сейчас про это тоже скажу. И непосредственно давала какие-то дополнительные задания, какие-то расшифровки, пометки тех упражнений, которые мы делали. И, конечно же, я отвечала на вопросы участников марафона. И у нас во время марафона были также и бонусные уроки, и также участники получали полезные ссылки и материалы. И что тоже важно, участники не просто так выполняли работу. Мы с вами все понимаем, что нам, конечно, приятно работать, получая за это вознаграждение. И несмотря на то, что мы работали со своим лицом и работали для того, чтобы для себя получить результат, для участников была разработана методичка, в которой было подробно изложено все, с чем мы на витомассаже работали. Это и эфирные масла, и базы, и сама техника витомассажа, и также еще полезная информация, которая необходима для работы с витализатором в отношении нашего лица. И поподробнее расскажу. Значит, ежедневно мы работали с разными эфирными маслами. Почему ежедневно с разными? Здесь не было задачи нам взять всю линейку эфирных масел и получить результат за день от одного эфирного масла. Моя задача была показать участникам, что... Ну, мы с вами знаем, да, что у нас огромный спектр эфирных масел в ДТРе, и не каждый пользователь эфирного масла решается применять то или иное масло для лица. И моей задачей было показать, что хотя бы взять 14 различных смесей и масел, которые мы можем уже сейчас, имея у себя дома, брать в использование и наносить на лицо. И мне в личные сообщения многие писали и благодарности, что, допустим, там не знали, что эфирное масло мандарина можно использовать на лицо, либо эфирное масло смесь диплю можно использовать на лицо. И все вот эти интересные моменты, да, они были озвучены на марафоне, и я каждый раз про масло еще дополнительно писала информацию в чате. Мы работали и со смесями масел, и с цветочными маслами, культовыми маслами, с маслами-специями, и это было очень интересно, потому что когда мы ежедневно... Ну, мы за 14 дней, да, вы сегодня увидите результаты, которые получили участники, но самое интересное то, что когда мы берем какое-то одно масло и с ним работаем на протяжении 10 дней, например, мы получаем эффект от конкретно вот этого эфирного масла. И, ну, там плюс база, да, плюс техника, естественно. Но когда мы работаем с разными эфирными маслами, и одно масло у нас было, грубо говоря, да, если прям обобщить, да, какое-то масло у нас было направлено на расслабление мышц, да, какое-то масло было направлено на избавление от предметных пятен и вот, ну, и так далее. И вкупе мы получили такой обобщающий широкий эффект от большого количества эфирных масел, но, конечно же, я не рекомендую ежедневно использовать новое масло, да, в обычной практике уже, а все-таки брать масло и одно масло хотя бы от трех дней применять на ежедневной основе, чтобы получить вот результат, вот, хороший результат от конкретного эфирного масла и понимать, да, какое, для того, чтобы вы научились эффективно применять эфирные масла для кожи лица, какой-то дать себе длительный период, да, от трех дней, от трех до десяти дней, для того, чтобы понять, что конкретно это эфирное масло вам дало такой результат, да, совместно, естественно, с витализатором. Потому что когда, да, еще раз напомню о том, что когда мы применяем витализатор на эфирное масло, витализатор позволяет эфирному маслу, во-первых, в большем объеме проникнуть в нашу кожу, а, во-вторых, витализатор помогает распределить эфирное масло, опять же, в больший объем по поверхности нашей кожи, и за счет того, что витализатор делает мембраны наших клеток более проницаемыми, да, в момент воздействия, то и эфирные масла проникают быстрее и глубже и дают больше эффект, чем если мы их используем, применяем, просто нанося на кожу пальчиками. Так, также мы работали с различными базами, опять же, ну, здесь у нас не было 14 разных баз, да, их было где-то 5, по-моему, если мне память не изменяет, и, ну, я рассказывала про большее количество, да, мы, я рассказывала про разные растительные масла, то есть давала информацию, с которой участники учились подбирать растительное масло под свой тип кожи, у нас была работа с алоэверогелем, с молочком, со скваланом, и, опять же, да, зачем столько много разных баз, да, мы, имея с вами разные свои уникальные типы лица, да, комбинированные, там, сухая кожа, жирная кожа, опять же, возрастная кожа, да, кожа после загара и так далее, имея вот разные такие факторы, каждый человек должен подобрать себе индивидуально то средство, с которым ему будет работать комфортно, и невозможно дать какое-то одно универсальное средство, которое подойдет абсолютно всем, поэтому мы брали разные базы, и за счет того, что у нас такой короткий срок, мы могли бы использовать, ну, у кого была возможность тоже, да, опять же, использовать несколько, попробовать несколько разных баз для массажа, за такой короткий срок довольно просто выбрать себе тот, то средство, которое вот идеально будет подходить, по крайней мере, сейчас, вот сегодня, сегодня, я имею в виду, ну, летом, да, дальше начнется осень, да, будет меняться, опять же, состояние кожи, да, но уже имея опыт с разными типами баз, мы можем понимать, что вот эта база, она более, там, влажняющая, более жирная, ее лучше сейчас использовать, да, также потом переходим в зиму, и опять можем что-то изменить, и уже меняется, расширяется кругозор, да, на разные базы, и уже не страшно что-то брать для использования, и, ну, и плюс я всегда открыта к тому, чтобы, если какие-то вопросы, да, мне можно написать, и я всегда рада помочь и подсказать, да, какую, при каких ситуациях, да, какие средства лучше взять, может быть, заменить одно на другое. Также, что мы еще делали, мы во время нашего марафона, мы работали как с массажными линиями, так и в основном с мышцами лица, и с мышцами лица у нас была такая большая работа, я надеюсь, что те, кто работали вместе со мной во время, ну, на протяжении всех этих 14 дней, понимают, что не у всех получалось, да, и там, и работа, и домашние дела, и плюс лето, это отдых, у меня немножко тоже захватился мой отпуск на время марафона, вот, но мы продолжали работать, и мы немножко захватили даже букальный массаж лица с помощью витализатора, и работая с мышцами лица, мы смогли много задач, которые сейчас мы будем смотреть на отзывы наших участников, мы смогли с ними поработать, были очень хорошие результаты, были, есть очень хорошие результаты, у кого-то, у кого-то медленно идет работа, да, но опять же, кто-то работал ежедневно, кто-то с перерывами, но судя по тем отзывам, которые я получала, даже те, кто не работали на протяжении прям ежедневно 14 дней, они не получили таких эффективных результатов, но, тем не менее, результаты хорошие все равно были, и изменения почувствовали все, кто взял вообще витализатор в руку для того, чтобы работать с своим лицом. Мы работали с акупунктурными зонами и воздействовали на них, опять же, витализатором, и здесь я тоже очень рекомендую всем участникам, кто был на марафоне, продолжить работу и подключать обязательно в ежедневный массаж акупунктурные зоны. И когда мы ежедневно встречались, каждое утро, я старалась давать разные варианты массажа, то есть база сама, она единая, да, сама такая основа этого массажа, витомассажа, но я давала немножко разные техники, я давала какие-то моменты, которые можно в тех или иных случаях подключать, например, вы вчера вечером, сегодня вечером поели, вчера вечером поели соленые рыбы, да, либо вы выпили много воды, а утром просыпаетесь с отечностью сильной. Я давала техники, которые помогают побыстрее убрать вот эту отечность с лица. Понятно, что есть какие-то проблемы, да, заболевания, задачи, которые вызывают отечность, которые внутри организма на протяжении длительного периода, да, и мы с ними тоже работаем, естественно. Но бывает, что такой отек может возникнуть внезапно, да, из-за вот какого-то фактора, который был накануне. И когда у нас есть инструмент, позволяющий быстро снять этот отек, это очень ценно. И вот как раз за счет того, что я давала разные техники, это должно тоже стать такой подмогой, тогда участники марафона теперь могут подстраивать, как конструктор брать эти техники, да, и под определенные задачи, в определенных случаях подстраивать те или иные моменты, да, под себя. Какие задачи, да, с какими задачами пришли участники марафона? Это носогубные морщины в основном, да, самые частые я взяла на слайд. Это межбровные морщины, это нависшие веки, это кисейные морщины, да, это такие мелкие морщинки над губой, под губой. Это брыли, это отечность лица. И интересно было то, что в основном, ну, если говорить про отечность лица, про состояние кожи, то есть были про упругость кожи, да, практически у 90% участников, которые мне прислали фотографии, ну, не практически, а 90%, вот эти моменты, отечность, да, и упругость лица, они одинаково у всех улучшились. То есть вот было интересно следить этот момент, когда мы увидели вот такие изменения, шикарные, на мой взгляд, у всех участников, которые работали на протяжении, да, 14 дней ежедневно. Сейчас я покажу фотографии, вы сможете посмотреть фото до, фото после наших участников, и сразу скажу, да, имейте в виду, что было у нас две недели, и результаты, которые вы видите, это результаты, которые сформировались именно за две недели работы. Я без имен, да, сразу еще скажу, что со всеми участниками, опять же, которых вы видите, я договорилась о том, что они не против того, чтобы вы видели их фотографии. Участница номер один, да, здесь можно видеть, что приподнялись веки, что, в принципе, цвет лица поменялся, лицо разгладилось, да, ушла отечность, межбровные складки разгладились, и кожа, в принципе, стала упругой. Да, это, ну, отзыв самой участницы, который был по окончанию массажа, и лицо, в принципе, да, раскрылось. Следующая участница номер два, тоже можно видеть, что лицо разгладилось. Сразу скажу, что никаких фильтров, масок, ничего нет. Фотографии, это те фотографии, которые мне прислали участники в том виде, в котором они прислали, да, я в том виде показываю их вам. Так, значит, участницы наши разгладились и лучше стали, называется, вот морщины-марионетки, да, которые идут от губ и ниже, кисейные морщины стали гораздо лучше, межбровная складка, да, стала не такой глубокой. И опять же, да, когда мы смотрим предложения, я вот на протяжении всего этого времени я заходила на различные косметологические сайты, клиники, да, смотрела, какие предлагаются услуги. Сейчас, ну, огромное количество инъекционных методов омоложения, но взгляните, насколько эффективно и приятно поработать просто самостоятельно с лицом своим, да, и получить такие результаты, не вкалывая ничего лишнего в себя. И, да, мне кажется, для девушки это прям просто прекрасно. Следующая участница. Здесь основной запрос был в новейших веках, да, поднять веки. И вы можете видеть, да, что веки поднялись, и за такой короткий срок есть, ну, хороший результат, ну, правда, хороший. И в целом тоже ушла отечность, да, с лица, и лицо стало, то же самое лицо стало более упругое. Дальше следующая наша участница. Вторая фотография немножко темная, но можно видеть, да, тоже нижнюю часть лица, разгладилась зона подбородка и, опять же, цвет лица, да, и ушли мешки под глазами. И вот с чем работает шикарный витализатор, да, вот в плане отечности, с тем, что все моменты, которые вокруг глаз у нас, да, и начиная от отеков, мешков под глазами, заканчивая синяками под глазами, здесь витализатор работает шикарно. И, ну, надо понимать, да, когда мы работаем с какой-то своей задачей, такой самой глубинной, да, которая много лет нас тревожит, этой задаче при работе с витомассажем нужно уделить чуть большее внимание. И надо понимать, что морщины формировались на лице. Каждая морщинка, да, она сразу появляется на нашем лице, да, проходит много лет. И для того, чтобы ее убрать, нужно тоже приложить свои усилия, да, и время. И довольно много причин есть у появления различных наших морщин, да, мимических морщин. И за 14 дней взятия прям идеально получить результат, ну, невозможно. Но вот то, что вы видите сейчас, это на самом деле фантастика, что за такой короткий период можно было получить такие результаты. И у нас разный возраст был у участников марафона. И смотрите, насколько вот вторые фотографии, они более светлые, да, в принципе, открывается лицо. Так, да, и сильные, можно видеть, да, носогубные морщинки разглаживаются, начали разглаживаться, и вежбровные морщинки. Вот наши участницы. Изменились очертания, в принципе, лица, раскрылись глаза. Да, и что важно, что когда мы работали с участниками, я давала рекомендации обязательно, чтобы мы подходили и со стороны питания тоже, и со стороны раскрытия тела, потому что когда мы работаем только на лицо, конечно, результаты будут, да. Но когда мы работаем на шейно-воротниковую зону, когда мы работаем с нашим питанием, и я просила сделать наших участников, не знаю, все ли прям честно придерживались, просила сделать это двумя такими неделями здоровья, когда помимо того, что мы работаем с лицом, мы еще все-таки корректируем свое питание. Хорошо, когда это на протяжении всей нашей жизни присутствует, но когда мы хотим увидеть какой-то результат, да, наше тело – это целостная система, и невозможно какую-то одну точку воздействия получить результат на все. Вот, мы пили структурированную воду обязательно во время массажа пили, на протяжении всего дня после массажа пили структурированную воду. И вот эта вся работа, да, структурированная, да, в принципе, попадая в тело человека, очень быстро и показательно налаживает работу наших органов и системы. Вы это могли видеть на наших предыдущих вебинарах, где мы показывали диагностические показатели ведопульса. Поэтому даже просто добавление структурированной воды в процесс работы с лицом, он уже улучшал наши показатели по состоянию. И сейчас я бы хотела попросить выступить нашу участницу, которую вы видите на экране. Это Ксения. Здравствуйте, здравствуйте, меня видно? Да. Так, сейчас, секундочку. Я себя немножко не вижу. Так, момент, всё, теперь вижу, отлично, да, здравствуйте всем. Ну, что, тогда, Валерия, сказать пару слов, да, о своих впечатлениях и результатах. Да, расскажите, как, что, сложно ли было для вас начать делать витамассаж, как быстро вы овладели техникой, и продолжаете ли вы, какие результаты получили, и продолжаете ли вы сейчас работать с витализатором? Ну, в первую очередь, я бы хотела выразить вам благодарность за вашу работу. Вы так здорово всё это систематизировали и соединили и витализатор, и эфирные масла для вообще фантастического результата, который доступен вообще каждой женщине, каждому человеку. Я искала вообще такой инструмент, чтобы добавить свою ежедневную рутину, вот это вот поддержание красоты и здоровья. Мне было достаточно легко имплементировать витализатор, потому что, в принципе, я уже использовала эфирные масла и на лицо в том числе, но пыталась, знаете, освоить какие-то техники массажа, естественно, пальцами, но не решалась пойти, наверное, на какой-то такой глобальный курс. Я также знаю какую-то базу мармомассажа, да, там, аюрведического, но мне хотелось чего-то, пожалуй, вы знаете, более понятного, быстрого, то, что я могу делать каждое утро. И когда я начала посещать ваш марафон, вы настолько чётко показывали и технику, и объясняли вообще, как это действует, и какие эфирные масла лучше использовать. У меня большинство из этих эфирных масел есть, но мои любимые для лица, вы знаете, вот именно на мою кожу лаванда и капайба вообще прекрасно шли. И также попробовала вот Deep Blue, тоже был замечательный эффект. Ну, нужна правильная дозировка, но вы это всё замечательно объяснили. И я почувствовала, что моя кожа стала более сияющей. То есть, несмотря на то, что я много что делаю для того, чтобы поддерживать её красоту, но мне вот именно, вы знаете, как будто не хватало чего-то такого, что пробуждало бы естественное сияние. И также я почувствовала упругость кожи, тоже она, вот этот тургор, он повысился. Тоже не может, знаете, не радовать. Просто за вот это такое время короткое, которое мы, по сути, инвестируем в себя, там, пару капель масла и витализатор, который тоже нам на многие года, да, будет полезен. Так что я прям, да, очень благодарна. И я продолжаю делать массаж металлизатором. Ну, скажу честно, не каждый день, но хотелось бы каждый день, и особенно шею и декольте. Ой, это моя малышка. Я и думаю хорошая. Шею и декольте, потому что большинство из женщин забывают про эти зоны. А потом, на самом деле, когда вот происходит процесс взросления, они нас сразу выдают. Поэтому я сейчас, знаете, такой челлендж себе взяла, шею и декольте обязательно тоже прорабатывать витализатором с маслами. Вот так. Спасибо, Ксения, огромное. Да, бегите к дочке. Да, побегу к малышке. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам огромное. До свидания. Да, вы... Спасибо. Сейчас вы слышали отзыв нашей участницы, которая работала с маслами и витализатором на протяжении 14 дней. И действительно, как Ксения правильно сказала, что вот это сияние кожи, оно очень у многих, да, вы тоже могли видеть на фотографиях, оно появилось. И как говорят, что там у девушек горящие глаза, да, и вот через это сияние кожи, мне кажется, вот это вот горение глаз, оно увеличилось, улучшилось у многих. А сейчас я вижу в чате в нашем, начали появляться тоже отзывы. Я зачитаю. Результат поражает. Поменялся цвет лица, уменьшились брыльцы, обозначился угол скулы, угол молодости, улучшился овал лица, немного раскрылись глаза. Огромная благодарность за марафон и за разработчику волшебной палочки. Да, очень многие, кто мне писал тоже в личку, называли витализатор волшебной палочкой. Я на самом деле сама его так называла и иногда называю, потому что действительно творит чудеса. И вы сегодня еще, мы с вами еще не завершили. Я еще вам одно чудо покажу, и вы сможете убедиться, что это волшебная палочка. Так, я хотела бы еще с вами поделиться о наших дальнейших планах, да, и какие шаги мы хотим предпринять в ближайшее время. Значит, первое. Я думаю, что многие тоже, кто уже работает с витализатором, были на нашем вебинаре по варикозному расширению вен или смотрели его в записи. И я скажу, что у нас не завершена работа с варикозным расширением вен, мы продолжаем исследование на эту тему. И плюс мы, конечно же, для вас тоже готовим интересные активности. Да, мы хотим ориентировочно в начале сентября, в середине сентября провести марафон на работу с варикозным расширением вен. Больше информации об этом мы дадим где-то в начале сентября. Здесь мы будем работать и с варикозным расширением вен, и с венозными сеточками. И в целом, если есть проблемы тяжести в ногах, отечности в ногах, это все туда. Также мы продолжаем исследование на работу с витализатором с телом. Сейчас на эту тему я вам покажу тоже очень шикарный, интересный результат. И также мы осуществляем контроль за длительные работы с кожей лица и сегодня утром я получила тоже видеоотзыв от одной из участниц марафона. Мы вам видео не стали включать, чтобы не избежать каких-то технических моментов. Но в отзыве как раз участница предлагала тоже посмотреть на длительную работу с кожей лица. И мы, конечно же, да, я об этом тоже писала в чате марафона, о том, что где-то через неделю-две еще, да, или даже, может быть, три недели после окончания марафона те, кто будут продолжать работать с витализатором, я была бы очень рада, если вы поделились бы результатами. И мы могли бы ими поделиться либо там в сайте витализаторов, ой, на страничке витализаторов, либо, может быть, если будет очень много отзывов, да, провести еще один коротенький такой эфир, тоже познакомиться с результатами, но посмотреть, да, какие результаты будут у нас уже еще в более длительной работе, чтобы еще больше людей могли увидеть, да, и подключаться, вдохновляясь вашими результатами. Итак, работа с телом, да, с чем я вас хотела еще сегодня познакомить. Вот такой результат у нас у одной из участниц тоже нашего марафона. Помимо работы с лицом, она начала работать во время марафона, работать и с телом, то есть слева картинка, видите, да, собравшуюся кожу, кожа собрана так в результате похудения, да, то есть ушел вес, и появились такие складки на коже сильные. Вот этот результат вы видите через 14 дней после начала работы с витализатором, и вот этот результат еще через 14 дней. И, да, сравните картинку, что делала клиентка. Все то же самое, что мы делали с лицом. Наносила базу с эфирным маслом на кожу и работала витализатором, такими движениями по коже. То есть здесь у нас такой ошеломляющий эффект, да, от того, насколько витализатор воздействия на эфирные масла, воздействия на жидкости в тканях смог подтянуть кожу за такой короткий период, очень короткий период. Я такие результаты раньше видела только после операций, но не после таких воздействий. Вот, поэтому я призываю всех, кто еще не попробовал работать с витализатором, начать работать. И те, кто хочет тоже поделиться отзывами, кто, может быть, мне не прислал фотографии, я буду рада. Может быть, есть, да, фото до, фото после, кто-то для себя делал. У меня есть закрытая база отзывов. Я не всех, естественно, показываю, кто-то не хотел показываться. Кто-то писал мне, что фотография лично для вас. И мне тоже очень ценно получать такие фотографии с отзывами, потому что я вижу, что результат работы есть. Вот, и у кого есть, если есть запросы, да, подобные, как вы сейчас видите на слайде, поработать с телом, вы напишите, если соберется какой-то, ну, не знаю, там, человек 10 хотя бы, да, мы сможем провести еще дополнительный марафон, да, который будет направлен на работу именно с телом. Марафон с лицом, с витамассажем мы будем повторять обязательно. И через какое время будет видно в ближайшем периоде, но мы будем вас обязательно информировать об этом. Так, и сейчас ответы на вопросы. Так, можно ли как основу взять крем для тела Дотера? Голубая баночка пробовала несколько растительных масел и сбиваются поры. Смотрите, мы, ну, да, работая на марафоне по витамассажу, мы брали как раз, да, много различных баз, как раз-таки для того, чтобы вы могли под свой тип кожи, как я уже сказала, да, подобрать свою базу. Если вы берете крем, то, если, ну, смотрите, какие факторы важны учесть. Первое. Если вы работаете утром, то, да, можно. Если вы работаете на ночь, то здесь лучше брать что-то более легкое, потому что, в принципе, как, ну, еще один вопрос был к сегодняшнему вебинару от участницы. Можно ли использовать эфирные масла на ночь? Можно, да, но, опять же, если мы работаем перед сном с какой-то определенной базой, мы должны понимать, что мы на ночь стараемся использовать безжировой уход. И все средства с растительными маслами в составе, они будут нам забивать наши поры. А так как у нас ночь – это период, когда организм очищается, и очищается в основном, да, через нашу кожу, то, чтобы не получить с утра какие-то различные высыпания, покраснения, шелушения и так далее, мы стараемся использовать легкие-легкие базы для ухода перед сном. Поэтому сейчас я вам по составу крема для тела в голубой баночке Дотейра не скажу, но имейте в виду, да, просто посмотрите состав. Если в составе много растительных масел, то лучше использовать его утром. И, ну, так, да, конечно, можно. Так, а если мы используем эфирные масла, да, на ночь, мы их стараемся применять, вот, там, допустим, гель алоэ вера, там, либо молочко. Но молочко тоже надо смотреть, может быть молочко или эмульсия, или сыворотка, может быть, как раз-таки на основе большого количества растительных масел. Далее тоже сквалан, да, тоже жировая основа. Поэтому здесь стараемся мы брать какие-то легкие основы для того, чтобы применять эфирные масла на ночь. Так, я во время марафона была в командировке практически на все время марафона. То, что успевала, делала, но даже нерегулярное применение массажа витализатора на лице, я вижу улучшение тургора кожи и более улучшить цвет лица. Благодарю, Татьяна, за такой отзыв. Так, вот про, да, безопасное направление косметологии. Да, это то, о чем я говорила ранее, что можно начать с уколов, а можно начать с вот такого безопасного метода. И в любом случае вы ничего не теряете, а только приобретаете. И самое интересное, что окружающие люди – это первые, кто начинает видеть изменения. Потому что когда мы ежедневно смотрим на свое лицо, многие писали, что я на протяжении марафона, каждый день, естественно, проводя витамассаж, я смотрела в лицо, но не видела никаких изменений вообще. И действительно, что когда мы каждый день смотрим на себя, кажется, что ничего не меняется. А когда мы смотрим через время, поэтому я просила фотографировать, чтобы сравнить фотографии все-таки, либо когда люди окружающие видят изменения, тогда ты понимаешь, что не просто так. Даже две недели такой интенсивной работы с собой были проведены. Нажим во время массажа витамидата должен быть насколько сильным? Он должен быть чувствительным, но не причинять боль. То есть вы делаете нажим на кожу, конечно же, но не должно быть у вас болевых ощущений. Если есть боль, то хорошо бы разобраться в причине этой боли, во-первых. А во-вторых, для себя каждый должен такой процент надавливания определить, который будет ему давать удовольствие. А учитывая, что мы работаем с зоной декольте, с зоной шеи, это области, где у нас расположены лимфоузлы, зоны шеи, где у нас расположены сонные артерии, где мы тоже проводим движения, включившись с цивидным отростком в этой области. Здесь мы работаем очень мягко. И здесь ни в коем случае нельзя делать никаких... Не должно быть никаких болевых ощущений. Были какие-то места и на области лица, и на зоне декольте, про которые я во время массажа говорила, где может быть больно. И с этими зонами мы работали, и эта боль, она впоследствии должна была уйти и уходила. Это те области, которые... Эта зона, межчелюстная мышца, это области, где зачастую у нас скапливаются зажимы. Особенно в ходе неправильного прикуса и так далее. Может быть, какие-то травмы были. И вот эти зажимы, они набирают мышцу, сдавливают ее. Когда мы работаем с витализатором, за счет того, что витализатор работает на жидкости в мышцах в том числе, он довольно за короткое время помогает эти мышцы расслабить. И эта боль, которую мы чувствуем вследствие того, что мы воздействуем на эту зажатую мышцу, представьте, как резинка, если стянуть резинку, так же стягивается наша мышца. И мы чувствовали эту боль в ходе того, что у нас стянутая мышца. Когда мышца расслаблялась, боль уходила. Вот такие места есть, где было больно. И там мы нажимали сильнее. Мы даже лежали на наших этих мышцах. Но когда мы работаем, допустим, с зоной вокруг глаз, с зоной шеи, здесь боли никакой быть не должно. То есть мы мягко работаем. Очень хочу научиться работать с варикозным расширением вен. Да, Светлана отправила запись вебинара по варикозу в наш телеграм-канал. И те, кто не смотрел, посмотрите. Очень интересный получился, хороший вебинар. И о всех ближайших анонсах по марафону по варикозному расширению вен мы будем вас информировать. Спасибо за ответ по нажиму. Пожалуйста. И еще по вопросам. Был вопрос по работе с мимическими морщинами. Как работать с мимическими морщинами мелкими, которые у нас образовываются на коже лица. Так как у нас причин возникновения мимических таких морщин их несколько, начиная от состояния работы нашего организма и заканчивая, опять же, зажатостью мышц, загаром частым и так далее. Но база всего этого, она одна. Это та жидкость, которая есть у нас в организме. Это и, опять же, налаживание систем за счет употребления структурированной воды. Это использование структурированной воды внешне, витадуш, например. И это питьевой режим в целом. Потому что у нас бывает, что уже в молодом возрасте начинает сушиваться кожа и появляются мимические морщинки за счет того, что очень скудный питьевой режим зачастую у нас. И здесь нужно больше времени дать себе для того, чтобы кожа на такие микроскопические морщинки смогла разгладиться. Потому что первое, мы воздействуем на крупные мышцы, и только потом уже на мелкие. Это то же самое, что когда мы работаем в фитнес-зале, основные упражнения, которые мы делаем, мы воздействуем на наши крупные мышцы тела. А глубинные мышцы, которые отвечают как раз-таки за работу этих крупных мышц, мы очень редко берем их... Мы очень мало упражнений выполняем для того, чтобы их задействовать. То же самое здесь. Когда мы работаем с кожей лица, мы подбираемся к нашим глубинным мышцам через время. То есть даже сейчас, поработав две недели с нашим лицом, мы в основном поработали с поверхностью кожи и с крупными мышцами. А потом мы... Сейчас, когда вот эта вот броня спадет, да, или у кого-то уже спала, мы уже начинаем работать с мелкими мышцами. И они как раз будут вот наши мимические морщинки разглаживать, плюс структурированная вода будет напитывать еще больше наши ткани жидкостью. И это не должно быть, знаете, наразовой акцией. Поделали массаж и на месяц забыли. Так не будет работать. То есть это должна быть наш ежедневный труд, который мы, девушки, для себя делаем в любом возрасте. И для того, чтобы получить результат и его потом поддерживать обязательно. И я давала очень хорошее еще упражнение как раз-таки в тему вот этой брони. После эфира сегодня возьмите и пройдитесь по своему лицу вот таким образом. Прям в складочке собирая, прям до миллиметрика, всю-всю кожу. Прям можете взять, можете от подбородка пойти кверху. И прям везде все-все вот так вот. И если вы какие-то моменты будете замечать, что вы не можете вот таким образом взять вашу кожу в пальчики, это говорит о том, что вам нужно есть фиброз в слоях кожи, и вам нужно с ним разобраться. И в любой области вашего лица вы должны иметь возможность таким образом захватить кожу. Тогда вы можете быть уверены, что работа с витализатором у вас максимально быстро и эффективно пойдет. Так. В стали нужно смазывать кожу перед работой с витализатором. Ну, в 90% да, потому что витализатор должен скользить по коже. Он не должен идти вот так, ну, туго. У меня сейчас макияж нанесен, но сейчас у меня витализатор не скользит, да. Поэтому я когда работала, у меня два занятия марафона были проведены на улице, и ветра не было, но все равно свежий воздух, да, он быстро довольно высушивал базу. Поэтому не вся база подходила для работы на улице, да. Лучше всего это жирная база, которая никуда не впитывается быстро. Поэтому нужно смазывать лицо и смазывать лицо той базой, которая дает скольжение. А когда мы работаем, тем более, да, с лицом из зоны декольте, пока мы работали с декольте, если у нас уже высохло лицо, надо понимать, что надо нанести еще базу. То есть мы ее наносим не просто для галочки, а для того, чтобы у нас помимо эффекта было еще и скольжение витализатора по лицу. Так, стоит ли совмещать с гимнастикой для мышц лица? Ради бога, конечно. Тем более, мы же работаем на мышц с витализатором, и ваша работа с гимнастикой для мышц, она будет еще эффективнее. Мы, когда сейчас работаем с лицом, мы отслеживаем параметры, которые меняются на аппарате видопульс тоже. И так как видопульс – это аюрведический аппарат, то это аюрведические показатели. Сейчас углубляться в всякие страшные названия аюрведические не буду. Но скажу, что мы не просто меняем состояние лица, но и наше тело получает этот отклик, и меняются показатели, которые влияют на, например, на иммунную защиту нашего организма, которая у нас идет через ротовую полость, допустим. И это очень важно. И также хочу пригласить всех желающих, кто хочет пройти у меня в Москве диагностику на аппарате видопульс, и посмотреть на состояние своего организма, и общее, и глубинное. А так, на сегодня у меня все. Светлана, наверное, запись можно завершать.